Здравствуйте, товарищи, господа и дамы! Канал технологии народа власти. Сегодня у нас третья микролекция на тему технологии народа власти. В прошлый раз мы с вами говорили о избирательных комиссиях и о том, какую роль они играют в системе народа власти. Общий вывод такой. Ни в коем случае нельзя позволять власти действующей формировать избирательные комиссии. Иначе эти избирательные комиссии начинают работать в интересах победителя, то есть те, кто и находится в данный момент у власти. Поэтому мы не можем никогда быть уверенными в том, что выборы проведены правильно и подсчитаны правильно голоса. Итак, если мы не можем формировать избирательные комиссии по принципу назначения сверху, то каким образом мы должны их формировать? Если мы, скажем, будем выбирать членов избирательных комиссий, точно так же, как мы депутатов всех уровней выбираем, мы получим орган, который будет представлять из себя ту же думу, только маленькую. Там будут те же самые депутаты. Они тоже будут властью, потому что они будут выбраны на какой-то период времени и будут занимать соответствующие должности государственные. И в их интересах сохранить статус-кво и договориться с властью, потому что они тоже будут властью на тот период времени, на который их выбрали. Лоббировать вот эту маленькую думу еще проще, чем большую. Ну, то есть, грубо говоря, заплатить деньги и получить желаемый результат, если все зависит от решения избиркомов. Ну, например, зарегистрировать кандидата, не зарегистрировать, там признать выборы действительными, не признать. Признать победителем такого-то или не признать. В этом смысле избиркомы конечная стадия перед тем, как президент вступает в должность или любое другое выборное лицо. Поэтому выбирать комиссии всеобщим тайным голосованием, это то же самое, что выбирать депутатов. Они не играют тогда свою роль постоянного наблюдения, глаз народа, избирательные комиссии, глаз от слова глаз, а не голос. Ну, в смысле наблюдения за тем, как все происходит, и обязательно должны быть рычаги, которые позволяют вмешаться в процесс управления государством избранными органами власти, если они нарушают какие-то основные положения демократии. То есть, по смыслу избирательные комиссии должны быть не только избирательными или там комиссиями по проведению референдума, а они должны наблюдать за процессом демократии в целом, контролировать его. Они не только избирательные в том смысле, что это последняя стадия перед тем, как кандидат избранный вступает в должность. Вот это последний фильтр. И мы не можем таким образом, по сути дела, не выбирать этих людей на какой-то определенный период, на срок или два срока, не позволять назначать президенту, думе и кому угодно членов в состав этой комиссии. Какой есть способ для того, чтобы избежать неприятностей, связанных с тем или иным способом формирования, с выборами или назначением? Давно известен способ принятия решения на определенном уровне государственной власти, в определенной ветке он используется, который является не тем, не тем, грубо говоря. Это так называемые суды присяжных, они используются в суде. Там непрофессиональные присяжные, невыборные присяжные, неназначенные присяжные, а выбираются они по жребию. То есть, есть какой-то общий список присяжных, выбрасывается жребий и, грубо говоря, назначаются какие-то присяжные в суд. И они на данный момент и являются властью. Они определяют решение суда, они выносят вердикт. Не приговор, а вердикт. Виновен или невиновен, как в суде. Они являются высшим судом. Судья, который в суде присутствует и организует все это, он только накладывает санкцию. Да, он выносит приговор, но на основании вердикта присяжных. Если вердикт невиновен, никакие санкции он не может наложить. Традиционно такая форма судебного исполнения вызывает наименьшие претензии со стороны участников, включая и подсудимых, которые получали срок и получали вердикт. И все равно апелляции меньше, гораздо меньше, чем в любых других форматах суда. Почему? Потому что люди не профессионалы. Они не могут быть коррумпированы вот в сию секунду. Да, вот их тут выбрали, и тут же они садятся и начинают, значит, слушать весь процесс. И принимают решения они не на основании хитрых каких-то юридических случаев или каких-то прецедентов, известных только юристам, а на основании здравого смысла. На основании здравого смысла, который всем присущ. А для того, чтобы разъяснить им позицию, присутствуют эксперты. Ну, адвокаты, прокуроры, там, судья и так далее, и так далее. Приглашенные эксперты. И вот этот формат, он как бы зарекомендовал себя уже в веках, и, собственно, никто не отрицает, ни один демократический институт не отрицает демократичность и суда присяжных. Предлагается по такому же принципу формировать и избирательные комиссии. Только суд присяжных, он формируется на одно судебное заседание, а комиссию избирательную мы можем формировать на единственное заседание комиссии, собственно. Почему? Дело в том, что согласно регламенту избирательных комиссий и согласно закона, все ключевые решения принимаются именно заседанием комиссии. Члены комиссии, председатель комиссии, секретарь комиссии не принимают решения по ключевым вопросам. Там, по хозяйственным, они как-то решают. А по ключевым вопросам, регистрации кандидатов, признание выборов, подсчет голосов и так далее, подпись протоколов, все, где ставится большая королевская печать, решается на заседании. Согласно закону и регламенту. Поэтому нам даже не надо выбирать присяжных, условно говоря, условно пока присяжных, вот этих членов комиссии на какой-то период времени, даже, скажем, на день. Их нужно выбирать на одно заседание. Они принимают решения коллегиальные, потом расходятся, заканчивается их дело. Конечно, комиссия никуда не девается. Сама основа остается. Грубо говоря, секретариат, бумаги, все, что связано с хозяйственной деятельностью, оно остается и действует от одного заседания комиссии до другого. Но они только реализуют те действия, которые, значит, заложены в протоколе решения избирательной комиссии. Представьте, чтобы было проще. Вот у нас день выборов, избирательный участок. Там за полчаса собираются или за час и члены комиссии, и различные, значит, представители партии, кандидатов, заинтересованные лица, журналисты, просто наблюдатели. Они все собираются в помещении избирательной комиссии и производят жеребьевку. Вот из этого состава выбирается комиссия. Сколько нужно для, ну вот по масштабу данного избирательного участка? Три человека, пять человек. Вот они и выбираются на первое заседание. Там положено провести первое заседание перед началом, осмотреть печати, значит, проверить урны, проверить наличие бюллетеней, пересчитать, все. Вот в этот момент нужна комиссия. Заседание комиссии проведено, составлен протокол, принято постановление о том, что выборы могут начинаться. И все, она распускается. Это не значит, что все разбежались. Сидит секретариат. Более того, сами выборы проводить должны не члены комиссии, набранные сбору пососинки. Это должны быть официальные представители. Тот, кто проверяет паспорт у человека, должен быть в форме, должен быть официально назначенным лицом, с определенным уровнем ответственности, поскольку паспорт это документ личный, по закону должен проверяться только в случаях, указанных в законе. Поэтому, когда у нас тетенька, которую посадили случайно за стол в комиссии, она проверяет паспорта и выдает бюллетени, это неправильно, потому что она не несет ответственности. Она не должностное лицо. Она доброволец, по сути дела. То, что ей там получку заплатят небольшую в качестве вознаграждения, это ничего не значит. Поэтому и привлечь ее нельзя, если она что-то делает неправильно. Грубо говоря, на один паспорт выдает 10 бюллетеней. Ну, то есть, можно сказать, она скажет, я не знала, я же не обучалась, вот мне сказал там, допустим, кто-то, начальник пришел, так делать. И, в общем-то, она будет в какой-то степени права. Поэтому предполагается, что сам процесс выборов разделен организационно на две структуры. Есть комиссия, которая собирается из представителей и решает, выносит вердикт. А есть специальная служба, техническая служба. Люди в форме, как на границе стоят пограничники. Также и в избиркоме должны быть люди в форме, которые проверяют паспорта, которые проходили определенную процедуру проверки, которые именно этим занимаются и именно за это отвечают. Ну, естественно, процедура вся прозрачная. Они выдают бюллетени, они наблюдают за голосованием, причем все это открыто, наблюдатели все так же остаются, все работают. Комиссия закончила свою работу, есть только секретариат, и есть официальные должностные лица, которые, значит, занимаются тем, что выдают бюллетени. А подсчитывать голоса, опять же, перед тем, как, значит, надо подсчитывать голоса, проводится жеребьевка, собирается комиссия уже в новом составе, но из этих же людей, и подписывает протокол. Все, таким образом мы гарантируем, что у нас там, по крайней мере, сто процентов никогда не будет, ну и при наличии, конечно, доброй воли и наблюдателей от всех кандидатов, да, сто процентов там за партию власти или там еще за какую-то партию, мы не получим сто процентов голосов в избиркоме. Нельзя будет делать то, что они делают сейчас, да, подбрасывать голоса там, удалять, добавлять и так далее, карусели проводить и все прочее. По такому же принципу формируются и комиссии более высоких уровней. В том смысле, что на одно только заседание они должны быть сформированы. Участковые комиссии работают только в день выборов, а территориальные работают, ну, на период выборов, а, значит, другие, другого уровня комиссии более высокого, они работают постоянно, как центр избирком. Но постоянно это не значит, что они постоянно проводят заседание. А вот когда проводится заседание, когда принимается решение, тогда производится примерно такая же процедура. Собираются люди, бросается, значит, жребий, и они выходят и решают, принимают решение на основании здравого смысла. Конечно, там есть эксперты, там есть стороны, которые там одни отстаивают, надо зарегистрировать наш кандидат, другие отстаивают, нет, и так далее, и так далее. Есть секретариат, который всем этим организационно управляет, то есть у всех работают кнопки, у всех работают, значит, соответствующие технические приспособления. И таким образом мы получаем тоже вариант присяжных на каждое конкретное заседание избиркома. Почему присяжных? Потому что, согласно закону, все-таки это высшая государственная должность, и решение принимается достаточно серьезное. И когда принимают людей на такую работу, производится проверка достаточно серьезная тоже. ну, кто он, как он там, ну, соответствует ли он параметрам, является ли он избирателем, и так далее, и так далее. И поскольку в короткий период эту проверку провести невозможно, то и применяется такой метод, как присяга. Присяга это не, скажем, не то, что вот торжественное какое-то произнесение, это можно просто подписать бумагу, да, некой повышенной ответственности. Когда человек принимает на себя, согласно определенным параграфам, он говорит, я сам отвечаю за то, что правильную информацию или неправильную дал. И если моя информация будет неправильная, то я пойду по всей строгости закона и готов отвечать, как вот, вот, как злоумышленник, да, если я неправильный. Поэтому присяга нужна именно для того, чтобы человек сам о себе рассказал и подписал, и принял на себя повышенную ответственность за недостоверные сведения, которые он предоставляет. Поэтому это не обязательный элемент, но он поможет более, так сказать, качественно подойти к вопросу формирования этой комиссии. Ну и, собственно, я написал комиссары, я уже объяснял, почему комиссары, потому что, ну, это вопрос терминологии, то есть, как приживется, не приживется. Дело в том, что у нас принято называть членами комиссии, да, значит, вот этих людей. Ну, во-первых, это как-то звучит не очень хорошо, а во-вторых, членов комиссии много. Есть члены комиссии с правом совещательного голоса, с правом решающего голоса. И чтобы отделять одних от других, нужно, на мой взгляд, какое-то другое название. Комиссар – это тоже член комиссии. Он может отдельный комиссар быть, ну, не противоречит русскому языку, но и член комиссии тоже комиссар. Поэтому вот рождается такое название – присяжные комиссары. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова